Почти 800 тысяч казахстанцев сменили работу с начала этого года. 650 тысяч из них уволились по собственному желанию. Как показывает статистика, чаще всего граждане уходят из сферы образования, промышленности, торговли и ремонта автомобилей. То есть нужные для страны профессии все больше остаются вакантными. По традиции, несколько раз в год менять сферу деятельности приходится сезонным работникам. Но даже они в этом году из-за растущей инфляции вынуждены искать более высокоплачиваемую работу в пик сезона. Продовольственная корзина вдвое дороже, чем в начале года. Коммунальные и прочие услуги тоже. В итоге текучка кадров наблюдается во всех сферах деятельности. Работодатели должны задуматься о том, чтобы предоставить своим работникам более гибкий рабочий график. Что я имею в виду? Это возможность работать из дома. Помимо этого, естественно, повысить заработную плату, учитывая текущее положение. Сейчас многие индексируют заработную плату. Не боятся перемен и решительно меняют работу в основном представители прекрасного пола. Преимущественно в возрасте от 22 до 30 лет многие уходят в сферу программирования и онлайн-торговли. А вот экономистов и юристов в стране становится все меньше. Спрос на них не упал. Но рутинная и стрессовая работа малопривлекательная для граждан. Чтобы удержать сотрудников, чтобы мотивировать сотрудников, чтобы удержать и развивать свои предприятия в период нестабильности, в период постоянных изменений, современным руководителям необходимы новые навыки и компетенции. И как раз таких руководителей с универсальными навыками и компетенциями сейчас остро не хватает в Казахстане. Чтобы быть востребованными на рынке труда и рассчитывать на высокооплачиваемую должность, эксперты рекомендуют постоянно повышать свои профессиональные навыки. Будь то платные курсы или же черпать информацию на просторах интернета. Добавим, в Казахстане сейчас 450 тысяч человек находятся в поисках работы. Будьте в курсе всех событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на YouTube-канал «Информбюро 31». Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях. А чтобы первыми увидеть все самое важное, нажмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok